тема моя исправление мира текуну лам я построил свою свой семинар свой рассказ на деяниях апостолов 3 глава 21 стих и говорил что идея восстановления мира или всего прослеживается через все священные писания и моя цель была сделать такой как бы объемный обзор чтобы вы увидели несколько важных вещей не только я определил их три шага падения вниз но и шаги исправления и самое главное это было моей целью показать что для исправления бог избирает авраама и его потомков и это центральная идея всего моего повествования и когда мы будем говорить с божьей помощью следующий раз про тору моше про про закон божий который был дан на горе сена и потом про приход еще амашех это все развитие этого исправления которое началось с авраамом и в еврейском обиходе есть такое даже выражение как авраам это шанс избавления для мира но мы понимаем мы мессианские ли те кто верует в ешуа мессию что все как бы на нем было сосредоточено но он взялся не ниоткуда он не упал с луны он вышел из потомков авраама я вам как-то делился уже где в бытие в 22 главе 16 17 18 стихи там после того как авраам исполняя божье повеление пытается заколоть принести в жертву своего сына и цхака клянется ему господь бог и определяет для детей авраама три уровня определяет для них что еще дополнительные народы присоединятся присоединятся к семье авраама он их называет как песок земной и звезды так как бы два разных народа он говорит что потомки авраама они победят вавилон или врата зла я пояснял в предыдущих уроках что это значит и третья клятва который господь клялся аврааму что всеми не твоем благословятся все народы земли и лучшие толкователи чем я а именно апостол павел истолковал это место как здесь он пророчески дал слово аврааму о единственном о семене об одном о машиахе об избавителю спасители и шо и я стал рассказывать вам как по сути в аврааме бог созидает анти вавилон вы уже знаете почему я использую это слово и я рассказывал всякие перепитет через которые прошли авраам и цхак и яков чтобы подняться и стать той скалой на которой господь созидает дом и вот эта притча которую и шо рассказывает что дом построена на скале он не упадет именно поэтому врата ада не одолеют потому что там все было заложено правильно проведя через различные уровни трансформации и мы прошлый раз остановились на 32 главе бытия где я описал борьбу якова с ангелом по всей видимости это был ангел сава брата его я уже говорил что эти люди были какими-то другими они они взаимодействовали с ангелами нам даже сложно понять что это было и ангел как бы узнать это выражение как бы в кавычках благословил его назвав его израэль использовав разбивку слова борящиеся с богом тот кто борется с богом противостоит богу и мы видим что на протяжении следующих глав иаков как бы пренебрегает этим благословением и за это время и вот здесь вот мы читаем странную историю которая записана в 34 главе в жизни якова присты происходит трагедия и там насилуют его дочь дину его два сына второй третий шим он в леви берут суд над чемом свои руки просто наполняются какой-то звериной силой и уничтожают мужское население схема и иаков в шоке он хотел там спокойно жить найти пути как примириться с схемом а здесь ему явно объявят войну линч там же все рост родственные связи и в конце 34 главе иаков говорит шимону и леви вывоз будете ли вы возмутили меня сделав меня ненавистным для жителей сей земли а у меня людей мало они соберутся убьют нас но бог помогает ему страх приходит на окружающие народы но во всем этом смуте во всей этой странной по-человечески ситуации очень больной можем только представить не дай бог не для кого когда твой ребенок переживает насилие ты готов своими руками разорвать такого человека в данном случае это не яков делает а его дети и мы понимаем их поступок по-человечески но вдруг после этого конкретного стресса уныния господь начинает говорить к якову и говорит иди в бейт эль или в эфиль на иврите на русском языке на иврите бейт эль бейт это дома эль божий место там где когда-то до во время ухода из земли этой к на хору он видел лестницу и там господь дает опять имя якову и сраэль она звучит так же как то что дал ангел эсава но суть коннотация совершенно другая и сар эль ты будешь князем божьим с тех пор вот это вот темка постоянно сопровождает сынов израиля и я говорил об этом прошлый раз когда отворачиваются от господа бога то порождают химер а когда обращаются к бост господу богу то становится его представителями на земле и самым явным таким был именно ешуа как суть израиля но и также те апостолы там и ся мы видим знаменательных людей которые здесь заявили о себе вот именно с такой позиции окей я хочу продолжить говорить про семью иакова и сегодня мы закончим книгу баришит с божьей помощью и я буду сосредоточиться на мелочах реально на мелочах но вы уже догадались что в жену не надо догадываться мы все знаем что в наших личных жизнях мелкие вещи на них иной раз стоит обратить внимание потому что они определяют последующую динамику жизни 36 глава здесь идет родословие сава брата он тоже был фигура значительная и хоть он восстал против стандарта божьего и новый завет называет сава блудником и идолослужителем но именно поскольку он был сын авраама ну потомок авраама большой потенциал это человек несет или точнее анти тоже что-то про то есть не только антисемитизм есть в числе не семитов в числе семитов тоже есть антисемитизм и вот и сов конкретно показывает себя этом я не буду читать всю историю лишь 12 стих замечу здесь об одном из сыновей сава фамна же была наложница или фаза сына и савова и родила и фазу амалека то есть вот в родном брате иакова мало того что между братьями было не в порядке амалек становится символом ненавидящих исраэль если мы продолжаем читать дальше то в двадцать восьмом стихе мы встречаем сыновья дешана уц и аран а в земле уц жиле of это был знаменательный человек то есть не всегда из злого происходит злое если мы продолжаем читать дальше в топ тридцать втором стихе написано царствовал в доме было сын виоров имя городу его дин гава сын виоров кто еще был сыном виора билям пророк которого призвали позднее проклясть израиль вы наверное в числах книги чисел мы об этом поговорим следующий раз был такой пророк билям то есть мы видим как бы антигерои вот целая глава посвящена этим антигероем но мы переходим дальше я не хочу сосредотачиваться на саве в некоторых раввинистических толкованиях сегодня сав это аллегория рима и иногда даже христианство я не очень согласен с такой постановкой вопроса но как уже сказал и повторюсь анти божьи вещи могут возникать в среде любого народа и к сожалению среди еврейского народа были наверно самые анти еврейские вещи или по крайней мере на локальном уровне это был просто абсурд но идем дальше глава 37 я ее пока не буду толковать потому что в ней описывается жизнь иосифа я перескочу на минутку в 38 главу и многие комментаторы соглашаются что не всегда весь все библейское повествование идет в правильной последовательности и вполне возможно 38 глава начинается в то время иуда отошел от братьев своих то есть они а то же вышли со схемой наверное жили там где бейт эль а он отошел в сторону и стал жить в другом месте это вот случилось наверное или параллельно когда случилась история с иосифом мы помним эту историю сейчас мы к ней вернемся но иуда как бы отдалился от своего отца и возможно вся вот эта шхемская история показалась ему странной иуда был очень такой сильный человек увидим об этом через момент и иуда мы читаю 2 38 глава 2 стихи иуду видел там дочь одного хананьянина которому имя шуа и взял ее вошел к ней то есть он женился на хананейке я помните говорил что в предыдущих уроках что авраам заклинал своего раба и лейзера не бери дочку из детей ханаана они их потомство будет не нашим не вашим мы видим что и цхак был крайне разочарован что эсав женился на хананейских женщинах и в данном случае мы видим что иуда отойдя как бы от покрова родителей все-таки решается есть такой комментарий хотел явить божий свет хананейский народ но не случайно я вам в одном из первых уроков говорил что хананеи были прокляты и вот он рождает трех сыновей ираном и шела и на каком-то этапе 6 стих говорит взял иру первенцу своему жену имя ее тамар на иврите на русском фомарь но на иврите тамар здесь я опять остановлюсь и перескочу вместе с вами на какой-то момент в евангелие и если вы откроете евангелие от матфея первую главу то там начинается родословие еще миссии сына давида сына авраама а вроде авраам родилась хакать хак родил якова яков родил иуду иуда родил перца и зару от тамар фарис родил с рома с ром родил аром а рам родил а минадава миндав родим на сона на сон родил салмона салмон родил боза от рахав я хочу чтобы обратили внимание на женские имена ну и на мужские тоже но женские тамар рахав боз родил о видат руфи или руд на еврейска на иврите о вид родилась и если родил давида царя салмона царь родил соломона от бывшей за урии даже имя не упоминается данную бывшая за урии какая разница и так далее и тому подобного и доходим до яков родил иосифа мужа марии от которой родился иешуа но все комментаторы говорят что что матфей преследовал две цели когда он писал родословие ешуа упоминая величайших величайших людей авраама и цхака якова иуду и величайших лидеров из колена иуды и употребил как бы ну таких бросовых простите женщин фамарь который описывается вот мы сейчас будем изучать как блудница или raw которая вообще была блудницей или roof которая была мавитянка а им был воспрещен вход в дома израиля и или бачева или версавия которая сблудила с царем давидом и после всего этого мария то есть по сути матфей говорит и тамар и рут и raw of и бачева подверглись осмеянию подобно марии но посмотрите кем стали их дети поэтому если смеются над марией это обычно вы увидите что будет с ее ребенка с другой стороны это другое толкование этого же самого текста то есть тут где используется в рам и цхак яков почему нету ни одного слова за сару рифку рахель лею великих великих проматерей еврейского народа но именно вот именно проблематичных потому что матфей подчеркивает интересную идею он говорит что некоторые люди вот те женщины зная проблематичность своего поведения несмотря ни на что хотели стать участниками этого божественного плана и для них было абсолютно важно чтобы их потомок не важно что будет с ними вошел в ту цепочку прошу прощения цепь я говорил цепь для из которых состоит инструмент которым бог исправляет мир но давайте читать дальше иру он взял жену тамар фамаре комментаторы соглашаются что фамар или тамар это фрукт на иврите именно поэтому эта женщина ну так по крайней мере считает она из семитов было то есть иуда наверно уже где-то там пожалел что у его его дети от хананиянки и он пытается исправить положение и по крайней мере себе невестку для старшего сына выбирает тамар но написано там и ир первенец людям был неугоден предачами господа и умер ты ловил его господь что там было с иром мы толком не знаем но писание говорят он был неугоден и умер и тогда а в те дни существовал такое понятие клевератский брак брак когда брат оставшиеся после старшего должен был взять его вдову чтобы восстановить семя брату своему кстати про ира есть такой поршанут и я не знаю насколько он верен но он говорит что ир взял фамар тамар или фамаре подобно как первый многоженец в священных писаниях имя ему лам их он взял двух жен помните наверное откройте там бытие первые книги увидите лам их сын каина взял двух жен и некоторые толкуют одна чтобы рождала детей а другая для того чтобы всегда быть в непорочном но как бы не то что не в порочном но не рождать детей чтобы как бы фигура сохранилась но вот так они считали и ир также взял с этими целями ну как бы женился на фамар наверно него была уже другая жена кто-то и фамарь была ему просто как такая чуть ли не замороженная живая кукла и господь его просто умертвил потому что он воздерживался того чтобы она рождала детей и когда женился на этой тамар анан то он был принужден к этому браку по всей видимостью своим отцом и не мог воспротивиться но он не желал восстанавливать семя брату своему и мы видим что происходит девятом стихе изливал семя на землю чтобы не дать имени брату свою то есть ему неважно было продолжить потомство брата своего и его уничтожает господь и шелла был маленький и иуда отправляет тамар своим родителям но тамар она чуйкой чует такое немножко странное выражение что от иуды должно быть величайшее потомство и она делает эту сцену с блудницей никто никогда не должен оправдывать иуду он тоже делает абсолютно то что называется в описанию грех пошел к блуднице при живой жене или не при живой жене не имеет значения и она забеременела здесь я хочу на минутку слишком строгих наших критиков которые много говорят об одежде иногда смотрят наши онлайн программы говорят а почему у вас поющие женщины в брюках или там не 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 в юбках или не в этом почему они одевают мужскую одежду они не одевают мужскую одежду не одевают женские брюки или джинсы но вот здесь интересно что написано и сняла она с себя тамар одежду вдовства своего и покрыла себя покрывалом и закрывшись села у ворот и наима и у дошел рядом увидеть сидит покрытая женщина а блудница понял он во времена и иуды блудницы покрывали свое лицо через несколько тысячелетий мода изменилась и уже во времена апостола павла в каринфе блудницы ходили раскрытыми а замужние скромные женщины покрывали свое лицо или покрывали свою голову я к чему это говорю я говорю что скромность она очень важна но она должна соответствовать формату времени в котором мы живем и не надо клеймить какими-то стандартными клеймами один другого это по крайней мере очень не поощряют писание но история здесь рассказывает что иуда вошел к ней оставил ей залог потом она исчезла потом ему сказали что его невестка беременна он приказал ее сжечь потому что она порочила род иуды но тут выяснилось правда и короче говоря она родила ребенка имя которого в родословии маши х его зовут фарис на русском или на иврите перец от слова парадс лифроц или прорывать разрывать препятствия ну вот такая вот история с иудой случилось я опять возвращаясь уже с 38 на 37 главу и хочу рассказать историю иосифа потому что она почти все остальное место в священных писаниях занимает и опять-таки это непосредственно связано с яковом и хоть яков был знаменательный человек в его жизни произошло столько горя что вообще непонятно каким образом этот человек просто с ума не сошел потому что ну много бед пришло в его жизни и господь каким-то незримым образом хранил его и здесь 37 глава начинается со слов яков пас овец и доносил отцам второй стих о сыновьях валы и сыновьям зелфы худые слухи ну и вала и зелфа это были как бы служанки основных жен и мы можем даже из этого понять что их не некрасиво так сказать но духовный уровень был пониже и их дети считались более простолюдинами в семье иакова как бы не первого отжима я не знаю как сказать правильно и по всей видимости они позволяли себе вещи нехорошие а иосиф который понимал уровень которому призван был его отец и все 12 детей говорил отцу летов нехорошо там и за это его не любили ну мы знаем почему не любят докладывающих нехорошие вещи и еще у иосифа был кроме этого дополнительный дар который был крайне раздражителен для братьев его и даже где-то для папы с мамой он видел видение это были божественное видение но у иосифа как у многих людей которые имеют дары от господа поначалу не хватало мудрости как их высказывать и когда он их высказывал то все остальные чувствовали просто что может этот пацан хочет превознестись надо мною я ни в коем случае не оправдываю его его братьев но по всей видимости братья пошли пасти сход всем то есть вернулись туда откуда откуда яков ушел после побоища в схеме по всей видимости иуда был там ближе к схему жил туда куда он ушел от братьев своих и братья сказали о идет сновидец убьем его ну кто за запустил такую убить его я наверно думаю что это были сыновья валы или зелфы но рувим когда услышал это заступился а иуда который бжил на расстоянии от братьев и не ожидал в скорости увидеть лицо отца сказал давайте не убьем а продадим что они сделали и там была невероятно грязная история ничуть ничуть не оправдывающая наших праотцов хоть потом иосиф скажет не вы меня сюда продали а господь послал просто неправильным путем ну нехорошим путем точнее но все равно действо там которая развернулась было ужасное братья чуть не убили погубили своего брата и 39 глава рассказывает о перепитиях иосифа в рабстве что интересно если вы почитаете тридцать седьмую главу то то иосифа вытащили измаильтяне которые были дальними родственниками израиля и не могло быть шанса чтобы они не знали эту семью и не понимали что они делают это все родня а потом перепродали его мадианитянам 36 глава амадиям это тоже родственник это тоже из от авраама произошли модель они это опять-таки все в семье крутится а потом те уже продали его митрим то есть иногда нам нужно быть аккуратными и к сожалению мы видим что иногда даже родня может вести себя неподобающим образом к сожалению но там его 39 глава купил потифар который был начальник царских телохранителей и иосиф ради него как когда-то лаван был благословлен ради иакова так этот потифар был благословлен ради иосифа и я думаю что всем нам это очень хороший урок если мы искренне следуем за господом и по какому-то принципу мы не на себя работаем а на кого-то то это нормально чтобы те люди были благословлены ради того что ты я он она ходим за господом потому что господь в нас обитает именно про это говорится в новом завете когда упоминается такая фраза благоухание христово или благоухание машиха в нас прибывающие но потом случился казус жена потифара попыталась соблазнить иосифа у нее ничего не получилось но тогда она оболгала иосифа и его посадили в тюрьму и некоторые считают что тот же потифар был также начальником тюрьмы где не до конца это понятно но так некоторые толкователи говорят и там он также поднялся из и стал и стал человеком значимым в тюрьме даже начальником темнице не смотрел незачем 3 23 стих но все отдал в руки иосифа то есть он даже в тюрьме стал начальником или помощником начальника и после этого в сороковой главе мы читаем про сны иосифа как они совершились а потом сорок первой главе мы читаем как сны снились фараону и мы видим что фараон увидел непонятные сны никто из толкователей не смог ему объяснить ну вы хорошо и так без меня помните эту историю и тогда один из тех спасешься после тюрьмы после пророчества иосифа царедворец говорит вспоминаю грехи мои и ой 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 там же есть еврей то есть симит из потомков эвера еврей от потомков эвера так они там и он видит сны их фараон зовет иосифа и он истолковывает ему сны и сорок первой главе в 38 стихе сказал фараон слугам своим найдем ли мы такого как он человека в котором был бы дух божий и сказал фараон иосифу тебе открыто ты понимаешь что делать ты имеешь это вот тебе кольцо то есть ты подо мной никто тебе кроме меня ничего сказать не может а так по сути посадил его премьер министром иосиф премьер министр прямо из тюрьмы он поднимается на этот трон его быстро женят ему было 30 лет тогда он достаточно много времени почти 14 13 лет провел в положении раба и и вдруг его ставят на трон некоторые историки и египтологи говорят что это было примерной практикой в египте ставить в позицию ну управляющего государством семитов не только детей авраама вообще а потом ковшема то есть считались хорошими руководителями ну так по крайней мере неверующие археологи или историки пытаются объяснить появление иосифа об этом есть некоторые намеки в египетской истории о существовании такого царедворца который сделал много добра во время голода потому что голод тех лет описывается в разных исторических книгах но датировать немножко сложно все это короче говоря у него рождаются два сына и фраем имя наши и сорок девятом стихе сорок первой главы сказано скопил иосиф хлеба весьма много как перска морского перестали даже считать то есть он там развил такую политику что они смогли и я думаю люди которые на зиму закатывают банки с огурцами могут только представить сколько банок с огурцами или с пшеницей нужно было закатать чтобы предусмотреть годы голода египта и окружающих стран учитывая что там могло быть много миллионное население то есть иосиф по нашему можно назвать гений гений планирования и он смог это сделать 42 стих иаков узнал что в египте есть хлеб и говорит братьям идите туда десяти братьям идите а бениамин брат иосифов не послал бениамин бениамин севрита сын моей правой руки или в простонародье надежда моя мой сын он его оставил при себе те братья пошли иосиф восьмом стихе сразу узнал своих братьев вспомнил сны особенно когда они кланились перед ним и говорили господин продай там нам чего-нибудь но здесь я должен сделать маленькое отступление иосиф уже 30 30 плюс лет он взрослый человек но 30 лет взрослый но не очень взрослый и он находится в определенной близости от своего отца ну как бы ну сколько там 400 километров 700 километров это по сегодняшним дням один день на машине ехать ну пускай по тем на колесницах 4 дня и если бы он хотел найти и встретиться своим отцом он вполне это мог сделать что интересно вот здесь написано 40 и узнал иаков что в египте есть хлеб с момента когда пропадает иосиф и братья говорят хищный зверь его съел и все мы опять перестаем видеть в писании имя исраэль он опять становится якова почему потому что исраэль связано с помазанием а он просто разорван на куски его душа разорвана на куски я уже упоминал что иаков он очень страдающий отец и у него даже на на что-то с господом в отношениях происходит что он опять яков и я здесь хочу сказать что к сожалению никто не застрахован от сложных обстоятельств но просто изучая судьбу якова исраэля мы видим что господь своих не бросает даже если мы проходим через очень сложные обстоятельства он все равно выводит нас как в одном псалме сказано я упал и душа моя приближалась к году но он вывел меня и поставил меня на пространном месте так вот иосиф мог вполне сделать небольшой марш-бросок пяти колесниц и 30 всадников и навестить найти где там брат при желании даже отомстить отец и при желании даже отомстить братьям если бы он очень хотел но многие комментаторы говорят что попав египет и зная призвание о чем я вам все время говорю мы инструмент в руках господа чтобы быть анти вавилоном и некоторые комментаторы говорят он зная призвание отца подумал что-то там не того слишком много проколов падений даже внутри своей семьи много а ну-ка я делюсь и я попробую сделать свою собственную импайр свою собственную империю в египте мой новый мир построю на самом деле многие еврейские визионеры пытались такое сделать и иногда она получалась на короткое количество лет но потом все равно все возвращалось вырос израиль в землю израиля я имею ввиду для еврейского народа и именно поэтому я искренне верю в алию возвращение евреев со всех мест в эту землю и пусть мы своими глазами видим только частичное исполнение данных пророчеств которые писание по воле господа дают нам знать но наверное это все случится в один день и одно из предназначений раб мой израиль в тебе прославлюсь и так далее и там сказано и ты послужишь к возвращению колен в эту землю но иосиф думал иначе и он думал я там себе свою державу построю свою духовную суть построю я больше независим от отца и братья пришли он продал им это все выведал кое-чего симеона оставил в качестве заложника говорит еще раз вернетесь отдам хочу видеть бениамина 43 глава голод усилился и братья опять к отцу отдай нам он говорит вы симеона потеряли а как я вам бениамина дам это вся моя надежа и я вообще без него жить не могу но они его убедили пришли к иосифу и и иосиф там их принимает особо особенно особо он принимает бениамина расспрашивает все про отца пытается знать хотя я уверен и так владел ситуацией потому что и в те в дни массад или кгб или фейсбек или цру в египте работала нормально и все они знали но потом иосиф вдруг начинает придумывать какие-то трюки чтобы спровоцировать братьев и очень часто говорят он воздает братьям чтобы заставить их раскаяться в своих грехах я думаю что это очень правильное истолкование данного места и вот в какой-то момент он опять продает им все и чаша его гадательная в кавычках находится в мешке у виньямина и их всех приволокивают бросают на смену перед иосифом и иосиф говорит бениамин за то что ты украл я те столько еды давал на стол одежды дал тебе а ты это мы тебя казни мы тем все братья говорят меня меня казни меня в рабство только его не трогай это все очень сильно трогает иосифа и вот особенно вот я 18 стих когда иосиф все вот это вот проигрывал и подошел иуда к нему и сказал господин мой позволь работу ему сказать слова в уши господина моего если вы только на минутку представить эту картину иосиф сидит как царь или как наместник царя или пример министр падишах какой-то восточный на троне вокруг стража и на иврите вот эти вот слова ваигаш и подошел иуда есть такая недельная глава которая называется вот именно ваигаш на иврите этого смертного места читается там не было ну господин мой ну давай рассудим он кинулся к царю просто кинулся к царю при нормальном стечении обстоятельств его должен был первый стражник просто заколоть иуда прекрасно понимал куда он шел вот это вот жертвенность иуды его крайность во многих случаях в данном случае послужило ко благу и он просто ломает там иосиф наверно переиграл немножко и это тоже для нас некоторое замечание что мы иногда пытаясь кого-то подвести святой дух подводит к покаянию но когда мы пытаемся подвести к покаянию мы но раз переигрываем и это не нужно делать нужно больше богу доверять вот здесь иосиф переиграл и только иуда его остановил и тут все кончается плачем слезами но в этой истории есть очень интересный конец 45 глава иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал слушайте внимательно удалите от меня всех ну там были египтяне его секретаре администрация стражники всех удалите и не осталось при оси и никого когда он открылся братьям своим и громко зарыдал он и услышали египтяне услышал дом фараона и сказал иосиф братьям своими я иосиф жив еще отец жив ли еще отец мой но братья не могли слушать его потому что смутились вы знаете есть пути раскрытия миссии и в новом завете один из основной подчеркивающихся путей раскрытия маших это чтобы мы могли делиться словом божьим или истинной об ешуа разным людям и много евангелистов пытаются приехать в израиль и благовествовать и я ни в коем случае не противник этого но когда говорится о национальном покаянии израиля я думаю вот здесь вот в этих стихах 45 глава бытия на примере иосифа сказано что подобно как иосиф не при египтянах раскрылся братьям своим в один день ешуа ешуа амаше как написано в захарии в двенадцатой главе она дом иуды и ирус и израил и и и и иуды иерусалима на жители и иерусалима и залью от духа моего и умиляться и будут плакать и рыдать и возряд на меня которого пронзили и будут рыдать как первенцы раскрытие ешуа для еврейского народа в национальном формате как сказано ибо весь израиль спасется произойдет без вмешательства внешних даже положительных сил и для меня это очень значимо я 30 лет живу в израиле и за более чем 20 лет служения формулы нету как благовествовать ну понятно господь спасает но но в один день в один день господь откроется еврейскому народу подобно как и еще а как и иосиф открывается своим братьям и короче после этого все начинает развиваться очень быстро и и идут братья и сообщают из и израилю опять уже не якого 5 вдохновение пророчества приходит нему имя его меняется израиль и 45 глава 28 стих говорит довольно жив еще сын мой и сэф пойду увижу его пока не умру и пошел он сначала в бершеву и принес жертвы богу отца своего исаака почему он пошел туда я сейчас на ходу затруднюсь ответить вам был ли жив еще тогда и так который жив в бершеве но просто услышьте когда пропал юсэф иаков великий пророк исак он точно был еще жив может быть к моменту 30 35 37-летие иосифа он уже умер я не помню я могу проверить это но когда его украли 17 летним мальчишкой и дед и отец великие пророки еще были живы но господь не раскрывал им всю эту тайну к чему это говорит что мы не все всегда можем знать как воспитывать доверия не зная я думаю у каждого должен быть свой личный опыт главное чтобы мы не тыкали на человека который в страдании и не дай бог не сказали это из-за его грехов у него это потому что никто не знает что происходит в сердце того другого человека и очень важно вначале смотреть на свое собственное и вот отправился израиль в бершеву принес жертвы и сказал бог иди иди в египет то есть и цхака когда-то господь не пустил в египет а в данном случае пустил а яков или израиль знает пророчество он знает что если он туда пойдет не вернется быстро потому что когда-то еще в раму было сказано и рабами будут твои потомки в египте 400 лет короче говоря они идут туда и дальше в сорок шестой главе идет перечисление всех кто пришел в египет и если вы посмотрите после всего перечисления двадцать седьмой стих написано всех душ дома яковлева перешедших египет семьдесят помните я упоминал число семьдесят когда народы взбунтовались против творца в годы ним рода и построили вавилонскую башню их было 70 народов и израиль созданный от авраама был семьдесят первым народом для исправления остальных и вот в количестве семидесяти потомков по числу всех народов сыны израилевые спускаются в египет который прообраз мира или вавилона чтобы на себе почувствовать влияние вот этой анти праведной схемы это не значит что в египте все было плохо нет совершенно нет но это было устройство по принципу вавилона где нету правильного направления к творцу где есть перекосы во взаимоотношениях между людьми где есть смущение с тьма туман в головах в кас в вопросах праведности и у народа израиля была возможность формировать свой круг вне остальных народах а здесь они помещаются в среду самого мирского мира чтобы в какой-то мере быть искушенными испытанными очищенными горнила египта как хотите назовите ну после этого йосеф делает несколько таких мягких комбин и он говорит братьям в египте в египте не чтят тех кто занимается скотоводством и поэтому вы проситесь в то место которое называется гешем гешем от слова дождь и идите там будете жить и там будет отлично вам с этими так все случается и фараон призывает иосифа сорок седьмой главе и говори я хочу одну вещь вам показать мы уже почти в конце и говорит отдаем лучшее место в земле гешем пускай они там живут подальше от нормативных египтян потому что скотоводство у нас не в почете мы там почти веганы и фараон призывает иакова и спрашивает сколько тебе сколько ты жил сто тридцать лет в те дни уже люди стали жить поменьше чем после потопа и для фараона это было вау вот он патриарх и яков благословляет фараона хромой биты судьбою с проблемами в семье с сыновьями все тоже не фикс помните рувен взошел на и переспал с наложницей дину изнасиловали иосифа украли то есть там были какие-то всякие штуки симеон или шимон гневливый человек то есть зажигается как говорят левий делал возмездие людям схема потому что для него была важна честь божественной семьи а для симеона так говорят я не знаю насколько это правда вендетта это была просто тема и то есть мы видим проблемные вещи но вот он этот яков стоит перед фараоном и величайший император того древнего мира просит благословение этого старика фараон понимал где принимать благословение что интересно мы видим все эти перепития в судьбе иакова но в конце когда он умирает 12 сыновей все измененные помните я говорю про то нас в трансформацию авраама они прошли трансформацию и все стояли у одра умирающего отца не только почитая его как отца а соединяясь с его призванием то есть все вернулись в призвание в веру в помазание до сегодняшнего дня есть такое выражение пусть на нас прибудет благословение иакова чтобы каждый из нас мог быть вот этим особенным отцом который может смотреть на своих детей даже если они проходят самые разные обстоятельства в жизни терпеливо молитвой наставлением доверием богу почитайте историю якова и посмотрите что он делал для того чтобы все его дети говоря христианским языком были спасены но иаков это сделал как я знаю да потому что в откровении написано что в небесном иерусалиме там имена этих двенадцати не аврама исхака якова 12 патриархов записаны на золоте подобное именам 12 апостолов но давайте дальше пойдем мы в 47 главе читаем про бизнес-способности иосифа и как он делает фараона который так был достаточно велик в египте супер великим и супер богатым и он делает то что называется налоговая система в двадцать третьем стихе сорок седьмого стих сорок седьмой главы сказано и 24 когда будет жатва давайте пятую часть фараона 4 оставляйте себе то есть он облагает народ двадцати процентным налогом вы знаете что если мы посчитаем какой налог сегодня в израиле платит средний человек то это далеко за 35 процентов думаю все сорок процентов ну то здесь как бы еще было ничего 20 процентов но мы двигаемся дальше на каком-то этапе на каком-то этапе яков замечает в иосифе что тот движим несколько передовыми идеями и он зовет иосифа к себе и разговаривает с ним мы читаем в этой же сорок седьмой главе двадцать девятый стих пришло время израиля умереть и призвал он сына своего и говорит ему поклянись мне что ты меня не здесь похоронишь а похоронишь меня 30 стих похоронишь меня в гробнице моих отцов и иосиф клянется и после этого иаков или исраэль делает просто супер трюк он знает что иосиф все равно планирует сделать свой новый мир построить там в египте а на ком строится свой новый мир прежде всего на себе и на своей семье и тогда яков который опыт не иосифа и понимает проблематичность построения страны израиля в уганде или в египте и он говорит иосифу слушай еще одна вещь это для тебя будет почетно ну-ка давай веди ко мне своих старших детей ефрема и минасе они мне будут как мои родные то есть по сути меня похорони мои дети пришли сюда временно пожить в египте а ты хочешь оставайся здесь но твои то два пацана старших выйдут туда и и иаков или исраэль уже почти умирая пытается сокрушить эту идею иосифа о построении своего царства и он говорит ему другими словами авраам понял это от господа и цхак мой отец понял это от авраама и от господа я понял от деда от отца и от господа у тебя жена модерные идеи пожалуйста вернись корню и тогда ты будешь благословлен и он благословляет сыновей иосифа делая младшего стоящим над старшим там вы можете сами прочитать ефрем становится как бы более могущественным из братьев а минаши который первенец получать второго уровня благословения но я не хочу об этом говорить о том что иаков очень технично начинается крушать в иосифе идею мы нашим и новый мир построим и 49 глава это умирающий отец дает пророчество говорит про рувиму ты начала но ты бушевал семен и левий орудия жесткости будут рассеянные они в израиле и потом когда муж и разделяет землю он левия расселяет во всех народов аякова там где-то на задворках его этот иуда ты лидер не отойдет скипетр от иуды звон он будет жить при береге морском и хайфа считается места звула на вы и сахаров и и сахар по писанию по дальнейшему имел большое откровение в писаниях дан это один из важных колен израилевых и это не колено антихриста я сразу говорю вам наперед гад толпа буду он тоже аш ашер нафтали иосиф он благословляет и всех вениамин будет хищным зверем про венина потом мы поговорим но яков умирает и иосиф вынужден исполнить план отца или клятву которую дал отцу и в 50 главе все дети иосифа поднимаются и большой сопроводительный отряд египтян и они идут в ханаан и это написано 8 9 стихе с 50 главе и хоронят иакова в махпеле я когда-то рассказывал что буквально несколько недель назад мне там довелось побывать в этой махпеле и увидели жители земли той хана не и плач и сказали великий плачу египтян есть вокруг этого места некоторые договорки которые говорят что вместе с этим пришли экспедиционный корпус египтян уже пошел премьер-министр по семейным делам сделаем еще чего-нибудь и они там ближе к сирии завоевали то что называется поселение я и я ира это был сын минаше и потом когда после рабства египетского когда еще 40 лет ходили по пустыне и потом входили в эрец израэль вдруг ни с того ни с сего муж и говорит иисусу на вину идите и завоюете земли которые называются поселение я ира а в этих землях тогда царствовал царь ог который был из великанов и моисей сначала очень боялся но потом они сказали наши заберем назад но это такое отступление братья ужасно в шоке папа умер и сейчас ёсеф слэш дон карлеоне сделает виндету потому что мы его когда-то чуть не убили и они идут плакать перед ёсефом и ёсеф говорит не бойтесь вы умышляли против меня зло но бог обратил в добро то есть его сердце велико и жил иосиф египте сам и дом отца его 110 лет и увидел ёсеф детей у ефраима до третьего рода также сыновей махира сына монассии то есть родились на колени ёсефа и сказал ёсеф смотрите папа тогда провернул с ним этот момент он сказал меня похорони там и твои дети мои и забудь свою идею про мой наш новый мир в египте построим и заклял иосиф то есть заложенные вещи стали прорабатываться в сердце ёсефа и вот он говорит и заклял ёсеф сынов израиля вы говоря посетит вас господь вынесите кости мои отсюда я к чему говорю родителям важно посмотреть и подумать как я как действовал особенно по отношению к неверующим детям потому что пусть ваши слова дела и молитвы мудрость и премудрость и даже ошибки послужат к тому чтобы в один день подобно иосифу они оставили то что не нужно богу исследовали по стопам веры я закончил про патриархов со следующего урока я попытаюсь его так вот сжать чтобы мы за один урок прошли четыре книги торы и потом восстановление в ешуа последний уровень восстановления и поговорить о новом завете сомневаюсь что у меня получится но я буду очень сильно стараться я на этом хочу пожелать всем вам благословения и чтобы каждый из вас искал благословений иакова спасибо что были со мною шалом вам из израиля из хайфы оазис студия шалом шалом всем вам